Здравствуйте! Вы смотрите новости пятого канала в студии Денис Гончарук и в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. Я буду вас здесь в МИИ обращаться и расскажу, как в Канске проводятся выборы. В Канске подведут итоги голосования за общественное пространство, которое благоустроит в 2022 году. Без скандалов не обошлось. Так вот, вот это все, как видите, вот оно вот отстало. Видите, куда пошло. Бывшее общежитие вновь страдает. Теперь на крестьянской 28 удержалуется на плесне прямо в своих комнатах. Давайте все вместе скажем, это... Аминь! Персонажи из популярных стихов Агнии Барто открыли в многочисленных рисунках и подделках танских ребят. В детской библиотеке подвели итоги творческого конкурса «Парад героев». Ослабление коронавирусных ограничений. Александр Ус внес изменения в указ о противодействии распространения COVID-19 в Красноярском крае. Документ был подписан и опубликован 24 февраля. Более подробно в данной теме разбиралась моя коллега Юлия Олейникова. Ослабления коснулись почти всех сфер. Уже с 1 марта загруженность залов и арен увеличивается с 50 до 75%. Так, например, крупные соревнования, которые регулярно проводятся на базе «Фок-Дельфин», теперь посмотрят больше болельщиков. В спортивном сооружении 25-метровый бассейн мы сможем принимать теперь до 100 зрителей. Ближайшие соревнования там запланированы на середину марта. Это будет первенство Красноярского края среди ветеранов по плаванию. И уже, значит, поддержку спортсменам обеспечим более широкую. Также с 10 марта до 75% увеличивается загрузка на занятиях в спортивных залах, фитнес-центрах и бассейнах. Интенсивность использования всех сооружений там возрастет в полтора раза. Серьезные послабления коснутся и заведения общественного питания. Они снова начнут свою работу без ограничений по времени и возобновят проведение банкетов. Дистанция между столами в полтора метра, а также перегородки будут не нужны. Рестораторов, чей бизнес из-за ограничений понес довольно серьезные потери, такие новости особенно радуют. Они отмечают, хоть опыт работы в пандемию дал и некоторые плюсы, возвращение к прежнему ритму жизни ждали давно. Нас это закалило в том плане, что мы действительно стали относиться более тщательнее к уборке помещений, более тщательнее к своей безопасности, к безопасности гостей, рецептурации воздуха, по обработке поверхности. В условиях той же самой пандемии и ограничений мы начали развивать другие способы привлечения гостей, так как доставка. Но сейчас вот еще, конечно, добавятся банкеты. Конечно, рады, конечно, счастливы. Отметим, что запрет на работу танцевальных зон в общепите остается в силе. Что касается театров, кинотеатров, концертных залов и других объектов культурного досуга, они также с 10 марта в полтора раза увеличивают свою заполняемость. Мы очень рады, что наконец-то потихоньку возвращаемся к привычной жизни. Раньше не все зрители могли попасть на наши премьеры. Раньше было два места через два. Понятно, что если парами приходят брители, они вместе садятся, но между ними был промежуток в два кресла. Сейчас уменьшается этот промежуток, то есть сейчас мы можем людей рассаживать таким образом два через одно. Добавим, что несмотря на многие послабления, запрет на работу ночных клубов и дискотек продолжается. Кроме того, под запретом остаются публичные мероприятия с сочным присутствием граждан. Так что излюбленных народных гуляний на Масленицу ждать не стоит. Вместо них ГДК в течение предпраздничной недели будут проходить концерты, на которые прийти смогут все желающие. Заранее взяв бесплатный пригласительный на вахте у входа. Юлия Олейникова, Александр Минеев, Канск, 5 канал. Тем временем темп прироста заболеваемости в Краснодарском крае стабилен. Он все так же остается на метке 0,3%. За последние сутки был проведен 651 тест на коронавирус. По последним данным, на утро 25 февраля во всем регионе плюс 171 зараженный. На домашнем лечении находится 9670 контактных человек. Взято под наблюдение за сутки 892 человека. Выздоровели 652. Больше всего заболевших выявили в Красноярске. Плюс 40 жителей. В Канске – ноль. В Канске подвели предварительные итоги голосования по выбору общественного пространства для благоустройства в 2022 году. На участие в программе формирования современной городской среды, национального проекта «Жилье» и «Городская среда» претендовали три зоны отдыха. Кто победил в народных выборах, расскажет мой коллега Денис Шабуров. Сегодня у нас подсчет голосов по программе формирования комфортной городской среды на 2022 год. В городской администрации для анализа бюллетеней собрались представители власти, депутаты и общественные деятели. А началось голосование еще в конце прошлого года. На выбор Канцам предложили три территории – сквер «Землянка», сквер «Предмостный» возле библиотеки Кисловского и центральная аллея в микрорайоне «Солнечный». Выразить свое мнение можно было как в электронной форме, так и в очном – на восьми избирательных участках. По предварительным данным сквер «Землянка» у меня лидирует, второй по плану у меня библиотека «Землянка». Вы на первый раз уже на голосование? Да, третий раз. Как у вас в третий раз ощущалось? Больше людей по голосованию? Да, активность жителей с каждым годом увеличивается. Интерес жителей к голосованию по благоустройству сразу был большим. Чтобы разобраться в такой кипе бумаг, специалисты разбились на несколько столов. И за каждым результаты разнились. Ведь сколько людей, столько и мнений. Это вот «Солнечный», вот из всей пачки, одна только предмостная, а это вот все «Солнечный». Какие вообще ожидания, остатки? Может, уже есть предполагаемый победитель? Я пока не могу сказать. Еще вон, еще половина голосов не подсчитана. Ну, по ощущениям, может, общались с людьми голосов? Ну, кто как. Кто как говорит. Я считаю, что «Солнечный» должно быть. Потому что такой несчастный микрорайон, что надо его благоустраивать. Тем не менее, голоса по итогам очного и заочного голосования распределились следующим образом. У сквера «Землянка» 1717, аллея в «Солнечном» набрала 1342 голоса, сквер предмостный 878. Но свою территорию можно было предложить и в пункте «Другое» – бумажного голосования. И здесь внезапно появился сквер БХЗ. Он с хорошим отрывом обошел все заявленные зоны отдыха. Денис Шабуров, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Между тем, официального протокола так и не было подписано, какое же общественное пространство станет победителем под вопросом. В связи со всей сложившейся ситуацией вокруг итогов голосования в администрации «Канска» был организован брифинг. Обсуждение прошло весьма эмоционально. Как оказалось, утвердить лидер общественного мнения сквер БХЗ не выйдет в связи с продлением сроков голосования по всей стране. Очередной этап пройдет с 26 апреля по 30 мая этого года. Некоторых присутствующих такой исход событий возмутил. Можете смеяться, но я буду писать президенту каждый день письма. Я буду во все СМИ обращаться и расскажу, как в «Канске» проводятся выборы. И все делается. В прошлом году мы были в реестре вторые. Куда девались мы? Почему нас не было в велитене? Вы поймите, что решение по отбору территории, сейчас голосование, возможно, из-за ситуации ликвидности, опять же, переведено на федеральную, даже не краевую площадку. На федеральную. И где будут проводиться? То есть меня максимально, я подвожу итоги. То есть я никаким образом повлиять и не планирую, и не имею права. Это незаконно. Не повлияет на итоги и замечания на пронумерованные и расположенные в алфавитном порядке бюллетени с галочками в пользу сквера БХЗ. Специалисты отмечают, в протоколе будут те результаты, которые есть на данный момент. Что-либо менять уже не будут. Также в него внесут территории с количеством голосов ниже 30. И лишь после федерального этапа голосования станет ясно наверняка, какую часть города облагородят в следующем году. Коммунальные проблемы в благострадальном общежитии на Крестьянской вновь дают о себе знать. В этот раз жители устали молчать и бьют тревогу. Плесень и сырость не покидают их квартиры. В проблеме разбиралась Валерия Черных. Так вот, вот это все, как видите, вот оно вот отстало. Видите, сюда пошло. Потом вот маленько, ну тут маленько с этой стороны. Сырость в комнате у Любови Владимира не прописалась. Три года назад злосчастный грибок атаковал не только углы, но и батареи. Хозяйке каждый год теперь приходится делать ремонт, а это белить и переклеивать обои. Только после такой борьбы плесень исчезает, но ненадолго. Из-за запаха сырости у женщины начались проблемы со здоровьем. Говорит, и раньше не знала, что такое давление. Зато сейчас каждые три часа приходится измерять. Дышать стало плохо. У меня вот сейчас я померила, у меня 200 давления. Вот 185 час выпила, там где-то 180. К вечеру вроде как опустится. Ну к обеду. К вечеру поднимается опять. 180. Вчера было целый день 180 никак. Вы думаете, что это из-за сырости? Сроду никогда у меня не было давления. Вот этих три года как будто это. Чтобы побороть запах, женщине приходится сутками проветривать комнату и даже спать с дверью нараспашку. Но запах все равно не уходит. Чтобы совсем уже не задохнуться, по улице похожу, приду. И Настя сейчас откроет двери. В 12 проверю. И вот до 5 утра уже, потому что люди же начинают ходить, я прикрою. Потом вот днем, сегодня вот целый день открыто. Напомним, в начале февраля в этом общежитии случилась авария. Там в подвале прорвали трубы и многоотажка несколько суток стояла без тепла и воды. После этого проблемный дом стал главной темой внеочередной сессии горсовета, по результатам которой было решено направить письмо в правительство Красноярского края и попытаться продвинуть дом в очереди на капремонт. Проектно-сметные работы по капитальному ремонту инженерных сетей данного дома будут выполняться в первом квартале, отторгованные в первом квартале текущего года. То есть из практики само выполнение ПСД занимает порядка трех месяцев. То есть где-то, ну ориентировочно, конец лета, даты сказать не могу, будет иметься уже проектная документация и объявляться конкурс на подрядчика на выполнение данных работ. В конце августа 2021 года уже приступят к капитальному ремонту. В него входит ремонт сети канализации, горячего холодного водопровода и ремонт электроснабжения. Валерия Черных, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Перед тем, как уйдем на рекламу, блок коротких новостей. Водители Канска продолжают жаловаться на дороги. Из-за накатов и большого количества снега машины не могут разъехаться. Все чаще автомобили заносят и в сугробы. Тем временем такая же ситуация и на дорогах Красноярска. Сегодня утром там снова фиксируют пробки и связаны они также с большим количеством осадков. Сложность движений наблюдается во всех районах города. В некоторых местах произошли мелкие ДТП. Многие опоздали на работу. Президент России подписал закон, который увеличивает штрафы за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, в том числе на митингах. Также этот закон ужесточает ответственность за нарушение финансирования массовых акций. Каждый десятый бизнес в России предупредил о риске закрытия в этом году. Это касается всех городов страны. В 2021-м российский малый и средний бизнес сталкиваются с теми же проблемами, что и на пике пандемии. Спрос на товары и услуги так и не восстановился примерно у двух третий предприятий. Сразу после короткой рекламы расскажем об итогах творческого конкурса «Парад героев», о юбилее библиотеки, а также о достижениях каннских тэквонгистов. Не переключайтесь, оставайтесь на пятом канале. Субтитры создавал DimaTorzok и выбирайте различные виды домашних растений. Также вы можете приобрести мягкие игрушки, воздушные шары и множество других аксессуаров. Ждем вас по адресам Московская, 41 Герцена, 7 Г. Часы работы с 8.00 до 22.00. Действует круглосуточная доставка. 27 и 28 февраля в городском Доме культуры выставка продажа меховых изделий. Шубы мутон и норка, дубленки. Обменяй старую шубу на новую. Скидка пенсионерам, кредиты и рассрочка. Иногда приходится объездить весь город в поисках автозапчастей. Еще и цены в магазинах кусаются. Но не беда, выход есть. Просто обращайтесь в службу подбора и доставки запчастей «Эмикс». Опытные специалисты со стажем работы более 10 лет грамотно смогут подобрать нужные детали по максимально низким срокам и ценам. Обращаясь в офис компании, вы сможете приобрести нужные вам детали в одном месте, экономя свое время, нервы и деньги. Наша адрес улица 40 лет Октября, 48, офис 40. Также принимаются заявки на подбор автозапчастей по телефону 8 922 313 2020. Мы хотим, чтобы рекламу хотели. Телефон рекламной службы 5 канала 2 17 61. Резиновая Зина, плачущая Таня, бедный зайка, которого бросила хозяйка и многие другие персонажи из известных стихов Агни Барто, ожили в многочисленных рисунках и подделках. В детской библиотеке подвели итоги творческого конкурса «Парад героев». Давайте все вместе скажем это. Агни Барто. Правильно. На стихах этой чудесной поэтессы выросло несколько поколений детей. Ее ярких персонажей знают почти в каждой семье, а четверостишья учат с самого раннего детства. В честь 115 лет со дня рождения Агни Барто детская библиотека совместно с дошкольным отделением управления образования запустила конкурс рисунков и поделок. Мы хотим сказать, конечно же, огромную благодарность родителям, детям, воспитателям, потому что совместное творчество в каждой работе прослеживается. Мы очень довольны, что ребята постарались изобразить не то, как изображено в книжке, а именно свой взгляд. Они показали себя как юные иллюстраторы. Отметим, что в конкурсе «Парад героев Агни Барто» приняли участие все дошкольные учреждения Каннска. Более 80 рисунков и около 60 поделок представили воспитанники детских садов. Например, Коля вместе с мамой решили нарисовать главного героя из стихотворения «Мой пес». Коля очень любит рисовать животных, у него хорошо не получается. И когда нам предложили поучаствовать в конкурсе, особенно выучить стихотворение такой замечательной писательницы с нашего детства, мы, конечно же, согласились. Вот Коля так быстро нарисовал собаку, мы даже не ожидали, что получим какой-то приз. Кроме поздравлений участников, занявших призовые места, в рамках мероприятия были подготовлены творческие номера. А также проводились различные подвижные игры, которые не давали никому заскучать. Юлия Олейникова, Александр Минеев, Каннск, 5 канал. Детская библиотека «Братьев Стругацких» отметит свой первый юбилей 5 лет. В связи с этим читателей ждет насыщенная программа. В каждом читальном зале в режиме нон-стоп будут работать площадки. Вместе с мамой «Открой рот», электронный геокешинг, книга дня, поэзии земли Каннской. Принять участие в праздновании могут абсолютно все. 26 февраля с 14 до 17.00. В завершении выпуска о хороших спортивных новостях. Сергей Паутов вернулся в Каннск с первенства Сибирского федерального округа под Хэквондо среди юниоров. Турнир проходил в Барнауле. Там нашему бойцу удалось завоевать бронзу, весе до 80 килограммов. Отличный результат показал и бывший выпускник Каннской федерации Александр Дудин. На соревнованиях он выступал за сборную Новосибирской области и тоже занял третье место. Только уже весовой категории до 68 килограммов. Это все, что подготовила наша информационная служба на сегодня. Вы смотрели новости пятого канала. В студии был Денис Гончарук. Всего доброго. До свидания. Денис Гончарук. Денис Гончарук. Денис Гончарук. Внимание! Для защиты себя и окружающих от коронавируса COVID-19 существуют следующие рекомендации. В случае плохого самочувствия ограничьте контакты с другими людьми и пользуйтесь медицинской маской. При чихании или кашле прикрывайте нос и рот одноразовой салфеткой. Если нет такой возможности, сгибом локтя. Салфетку выбросьте сразу после использования в закрытую урну и вымойте руки. При появлении повышенной температуры и кашля обращайтесь за медицинской помощью. Если вам необходимо ухаживать за человеком с симптомами ОРВИ, пользуйтесь маской и мойте руки после каждого контакта. Соблюдайте эти рекомендации и обратите на них внимание своих близких, особенно пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Будьте здоровы! Смотри новости пятого канала в социальных сетях. Подпишись на YouTube-канал. Будь в курсе событий нашего города. Будь в курсе событий нашего города. В сайте вашей страховой медицинской организации. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Смотри новости пятого канала в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Интересные гости, анонсы событий, жизнь за кадром. Будь в курсе событий нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова